Добрый день, уважаемые участники конференции. Позвольте представить вашему вниманию сообщение по теме «Документы личного происхождения как источник по истории Московской битвы на примере личного фонда Ивана Семеновича Стрельбинска». В основе исторических исследований лежат изучения и анализы различных видов исторических источников, прежде всего, архивных документов. Согласно Федеральному закону об архивном деле в Российской Федерации, к составу архивного фонда Российской Федерации относятся архивные документы, которые отражают материальную и духовную жизнь общества, имеют историческое, научное, социальное, экономическое, политическое и культурное значение, являются неотъемлемой частью историко-культурного наследия народов Российской Федерации, относятся к информационным ресурсам и подлежат постоянному хранению. Важной частью архивного фонда Российской Федерации являются документы личного происхождения. Они обладают определенными существенными особенностями, которые определяют специфику организации работы с этими документами как в государственных и муниципальных архивах, так и специфику работы исследователей с этими документами. Обычно в составе документов личного происхождения, поступающих на хранение в государственные и муниципальные архивы, можно выделить несколько таких типовых, типичных, крупных групп документов. Это документы профессиональной служебной деятельности, документы творческой деятельности, документы биографии, документы общественной деятельности, переписка, фотографии, документы, собранные фонда образовательства. Последние десятилетия, хочу заметить, что наряду с документами в государственные архивы часто поступают на хранение также и предметами. Документы личного происхождения отличаются большим годовым разнообразием. Фонды образователи передают на хранение, рукописи, дневники, мемуары, служебные документы, грамоты, поздравления, трудовые книжки, дипломы. Практически в каждом фонде личного происхождения присутствуют фотографии и переписка. Часто поступают в составе документов личного происхождения также с печати на здание. Реже встречаются карты, рисунки, чертежи, плакаты и листовки, а также фоны и аудиозаписы. В Московской области в государственных и муниципальных архивах хранится чуть более 5 миллионов 400 тысяч дел. При этом большая часть документов в 66% хранятся в муниципальных архивах и 34% государственных. Если мы посмотрим на состав документов, то увидим, что 63% это управленческая документация, 63% это документы по личному составу. А документы личного происхождения составляют менее 1% в составе архивного фонда Московской области 0,65. При этом эти документы принимают на хранение как государственные, так и муниципальные архивы. В Центральном государственном архиве Московской области находится на хранении личный фонд Ивана Семеновича Стрельбицкого. Иван Семенович Стрельбицкий – это известный советский военачальник, генерал-лейтенант артиллерии, кадровый военный, прослуживший в армии более 40 лет, участник трех войн, который прошел путь от простого Красноармейца до командующего артиллерией армии. Я не могу не сказать несколько слов об этом замечательном человеке, потому что его биография – это биография нашей страны, историю нашей страны. Он родился в 1900 году в семье служащего в Екатеринославской губернии. Несмотря на происхождение, в 18 лет он поступил добровольно на вторые киевские артиллерийские командные курсы. Участвовал в боях против войск генерала Деникина, в банке атаманов «Зеленого» и терпила. В марте 1920 года он окончил первый московский артиллерийский командный курс. В составе отдельный интернациональный кавалерийский бригады Южного фронта воевал против Франгеля и атамана Махно в качестве командира «Конной батареи». За участие в боях он был награжден золотыми часами и серебряной саглей, которую ему вручил, но впоследствии известный венгерский деятель коммунистического движения была «Конна». В 1934 году он окончил курсы высшей офицерской артиллерийской школы. В 1938 году в период массовых репрессий был объявлен польским шпионом, репрессирован, но ненадолго. И уже в 1939 году он вернулся и преподавал тактику в этой высшей офицерской артиллерийской школе. Начало войны он встретил в городе Лиды, в Белорусской ССР, где командовал 8-й дельной артиллерийской бригадой 3-й армии. В течение двух месяцев, в августе-сентябре 1941 года, Иван Семенович возглавлял подольское, известное подольское артиллерийское училище. В годы Великой Отечественной войны занимал должность начальника артиллерии 60-й армии, командующего артиллерией 3-й ударной и 2-й гвардейской армии. Принимал участие в шторме Севастополя, освобождении Крыма, Украины, боях за Белоруссию и Литву и в шторме Кенигсберга. В составе личного фонда Ивана Семеновича Стрельбицкого 659 единиц хранения за период с 1900 по 1984 год. Документы были переданы в государственный архив его вдовой Марии Михайловны в 80-е годы. Личный фонд отличает большое вдовое разнообразие документов. Здесь и документы биографического характера. Фотографии, переписка, документы служебной деятельности. Хочется отметить его теоретические работы, например, работа с 1940 года методика огневой подготовки противотанковой артиллерии. Тот факт, что в течение двух месяцев Ивана Семенович командовал Подольским артиллерийским училищем, оказал влияние на его дальнейшую деятельность. Он всю жизнь собирал документы как по истории подвига подольских курсантов, так и по истории московской битвы. В офисе дел личного фонда часть документов систематизированы в соответствии с местами его службы. И вот в разделе Подольское артиллерийское училище имеются следующие документы, представляющие несомненный интерес для исследователей. Во-первых, шесть дел, документы которых были созданы в 1941 году. Это копии боевых донесений о действиях училищ при обороне Москвы, разрозненные страницы журнала, описывающие участие курсантов в обороне города, групповая фотография курсантов 5-й спецшколы, списки курсантов училища, принимавших участие в обороне Москвы, копии исторических справок о подольском артиллерийском, подольском пехотном училище, а также схема выхода из окружения шестой батареи в ходе болев на Еленинском рубеже, которые представлены на одном из слайдов. Ну и в этом же разделе представлен рукописный журнал о боевом пути подольского артиллерийского училища, который был составлен в 1946 году и описывает путь курсантов за период с 1941 по 1946 год. В гражданских архивах не хранятся документы о боевых действиях в ходе Великой Отечественной войны. Такие документы можно встретить только в составе личных фондов. И вот на следующем слайде мы видим копию боевого донесения командующему 43-й армии генерал-лейтенанту Акимову о боях на Еленинском рубеже, составленной 17 октября 1941 года. Конечно, нельзя не сказать о таком трогательном, на мой взгляд, документе, как стихотворение, написанное в октябре 1941 года старшим лейтенантом Забаркиным. Называется оно «Песня о подвиге подольских курсантов в боях под Москвой». Стихотворение позже было опубликовано в литературном сборнике «Родная артиллерия» в 1946 году. Особые отношения, конечно, вызывают фотографии. Это образы тех, кто принимал участие в боях за Родину. И я сочла необходимым, давая память этим людям, показать в презентации фотографии нескольких выпускников Подольского артиллерийского училища. Это фотография выпускника 1941 года, лейтенанта Буднянского Юрия Павловича. На следующем слайде фотографии, сделанные в стиле того времени. Это выпускники также 1941 года. К сожалению, мы знаем только фамилии инициалы, нет расшифровки инициалов. Слева Бабышев Н. И справа Яковлев К.В. Ну и еще одна фотография. Фотография 1944 года, но это выпускник Подольского артиллерийского училища, выпуск 1941. Лейтенант Берестово Николай Кириллович. Из подписи к фотографии мы знаем, что в 1944 году он занимал уже должность командира противотанкового взвода 1-й гвардейской краснознамена стройковой телевидения. В составе личного фонда, конечно, представлены воспоминания о событиях тех лет. Это воспоминания госамолон Ивана Семеновича Стрелебицкого, так и других участников Великой Отечественной войны. Все эти документы датируются 50-70-м годами. Я уже говорила о работе Ивана Семеновича по сбору документов и воспоминания участников войны. Так вот, значительная часть документов личного фонда, более 50%, составляет как раз переписка. В фонде отложилась переписка с 346 корреспондентами. И здесь тоже достаточно большое поле для исследований. Например, участник битвы под Москвой, будущий маршрут Советского Союза Сергей Семенович Бирюсов прислал Остребицкому письмо и свою фотографию. Хотелось бы привести еще два примера. Полковник Деремян Абаяк Капрелович, участник защиты Ленинского рубежа. Прислал описание боевых действий расчета ДОТа во время боев в Неленинском рубеже в октябре 1941 года. Список особо отличившихся в боях курсантов. Списки курсантов 4-й и 8-й битвы. И, конечно же, воспоминания о битве под Москвой. В составе личного фонда, безусловно, присутствуют газетные статьи и вырезки из них, которые также могут служить источниками по изучению истории Московской битвы. На слайде представлен пример статья «Стояние на угре» в газете «Московская правда» в сентябре 1966 года, содержащая воспоминания полковника Ивана Георгиевича Старчака. Таким образом, документы личного происхождения дополняют официальные документы по истории битвы под Москвой, позволяют увидеть события глазами людей, испытывающих обычные человеческие чувства. И от этого данные документы, наверное, имеют большее эмоциональное воздействие на тех, кто с ними работает. В Московской области в течение ряда лет реализуются два важных проекта, связанные со сбором и сохранением документов личного происхождения. В рамках проекта по инициативному конфликтованию уже сделаны видеозаписи воспоминаний более 80 респондентов, которые являются участниками Великой Отечественной войны, бывшими грузниками концлагерей, детьми войны, а также очевидцами других важных событий в истории нашей страны. Личный фонд Ивана Семеновича Лебицкого может служить примером того, как важно сохранить документы личного происхождения. И никто лучше государственных архивов не сможет обеспечить сохранность этих документов и организовать их использование. Поэтому я приглашаю вас и ваших близких обращаться в глав архивы Московской области, в государственные архивы Подмосковья. Вы всегда сможете записать у нас свои воспоминания, либо передать документы на хранение. Благодарю вас за внимание. Спасибо. Спасибо. Спасибо.